Эфир телеканала ОТС продолжает программу от первого лица, открытой честно о задачах развития региона, проблемах и путях их решения. Данное решение, руководство нашей страны, оно, конечно, способствовало тому, что мы по-новому вынуждены были поставить, посмотреть на вопросы продовольственной безопасности во всех его тонкостях, во всех сочетаниях, во всем товарным группам, посмотреть именно в рамках их каждого региона в отдельности. Поэтому это стало, я бы так сказал, даже стимулом для развития сельского хозяйства, для собственных товаропроизводителей, укреплению мер системной поддержки агропромышленного комплекса со стороны государства. Открыло, надо сказать, и перед сельхозтоваропроизводителем некоторые другие взгляды с точки зрения стабильности на рынке потребления работать уверенней. Вот такие предпосылки произошли. Ну, вы сами ощущаете, мы сами с вами являемся потребителями продукции наших товаропроизводителей. И всегда уважение к многим товарным линейкам особое есть. Это и по качеству, мы уверены, в качестве многих, по крайней мере, большинства сельхозпродуктов. И по ценовой политике вполне доступны. Поэтому приятно, что новосибирские сегодня продукты востребованы и только у нас, но и в других регионах, и в центральной части, в том числе в Москве и Московской области, да и по всем регионам. Поэтому наша задача была еще раз вот эту ситуацию с вниманием к продовольственной безопасности превратить в долгосрочную такую линейку приростной экономики в агропромышленном комплексе. Вы знаете, что на прошлой неделе президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о том, что действующий режим продовольственной санкции будет продлен еще на определенное время. Поэтому это требует от нас и дальнейшей работы в этом направлении. Что сегодня, вот по этому году, ну, с того периода, как вот были введены санкции, какие изменения произошли, хотел бы несколько так дать сравнений. Ну, прежде всего, за прошлый год увеличилось производство, в целом по 2014 году увеличилось производство сельхозпродукции, животноводство, молока, птица, яйцо. И надо сказать, что позитивная динамика от 2014 года, она сохраняется сейчас за 5 месяцев, с января, вот по май месяц включительно. Так, за январь-май 2015 года выросло производство молока на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года. Мясо скота, птицы в живом весе на 4,9%, яйцо, прирост произошел на 3,7%. Надо сказать, выросло производство мясных полуфабрикатов на 106%, сливочного масла на 115%, сыра и сырных продуктов на 121% и так далее. То есть, вот такая ситуация, она сложилась за эти 5 месяцев. Надо сказать, что в целом объем отгруженных товаров от сельхозпроизводителей, вот, поза 5 месяцев составил 42,5 миллиарда рублей. Это значительный вклад в валовый продукт, который произведен на территории области за это время. Хотя, в целом, падение на полпроцента произошло в целом по валовому продукту, по сравнению. Какие сегодня ставят перед собой сельхозпроизводители задачи на 15-й год? Ну, прежде всего, получить зерна, по крайней мере, как минимум, с ростом 134,5%. Вот такая ориентировка. Есть такая, вот, и тот уровень посевных работ, проведенных в свое время, позволяет. Ну, хотя есть и сложности, уже засуха, суховее пошли по южным территориям области. Это осложняет ситуацию, но, тем не менее. Планы прирасти по картофелю на 134% у наших товаропроизводителей картофеля по 15-му году. Овощей с ростом почти 10%. И все посевные площади в 15-м году, они не уменьшились к уровню прошлого года, составили 2,3 миллиона гектар. Вот такие, как бы, базовые такие ситуации. Надо сказать, что в течение прошлого года, 14-го, ввелось строительство и реконструкция 28 животноводческих комплексов ферм, из которых 8 были введены в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас находятся в стадии реконструкции свиноводческих и птицеводческих комплексов животноводства 23 фермы. Надо сказать, что большая работа всегда была, и в это время по сопровождению продовольственной безопасности, это, конечно, связано с тем, для того, чтобы продукты питания были доступны для покупателей. Одно дело произвести, делать другое. Товаропроводящие вот эти, как можно короче сделать цепи товаропроводящие, чтобы это быстрее доступно и с меньшими накрутками пришло до покупателя. Губернатор отметил, что большую роль в повышении продовольственной безопасности нашего региона играет организация проведения социальных ярмарок, которые дают хороший толчок к развитию местных производителей. Какие меры? Традиционные, но в то же время очень были сильно усилены в этом году в связи с обеспечением этой мер по продовольственной безопасности. Во-первых, это прежде всего ярмарки различных направлений. Они самые разные. Ярмарки сельхозяйственные, продовольственные, школьные ярмарки, садоводческие и другие. Организация ярмарок является таким действенным, мы видим, рычагом для обеспечения населения продукцией. Всего на территории области в 2015 году запланировано провести более, около 800 ярмарок. На сегодняшний день уже проведено чуть более 400 за вот эти 5 месяцев. Вы знаете, что около 15 лет уже на территории области организуются и проводятся оптово-розничные универсальные ярмарки. Это самые разные. И они собирают в одном месте от 8 до 12 регионов, то есть сельских территорий. В одном месте вот такие оптовые ярмарки проводятся. Ну, тем традиционным, четырем, это в Искитиме, в Ордынке, Черепаново и в Чанах добавляются, в Барабинске. В этом году впервые пройдет в Убинке, в 11 июля, в Довольном, в Краснообске. Надо сказать, что ежегодно в режиме таком ежедневном работают две городские социальные продовольственные ярмарки. Это первое было открыто уже, наверное, лет 7 на Большевистка, на Большевистка, 131 и на Петухово. Принцип, что на этих работают ярмарочных площадях до 80 сельхозпроизводителей, сами свою продукцию привозят и реализуют, и расходы берет на себя бюджет города и области, содержания, электроэнергии. Это позволяет держать, уверенно держать цены, которые регулируются, вернее, проверяются каждый день на 15-20% меньше, чем в целом складывается по области в торговых сетях. Это значительно. Вот за 5 месяцев оборот в этих двух ярмарках составил 245 миллионов рублей. Это на 245 миллионов рублей люди таким с малым, средним доходом приезжают, покупают эти товары, качественные наши, количество покупок 1,2 миллиона рублей за это время. Понимая востребованность этих ярмарок, мы в этом году откроем еще сейчас одну, здесь, на правом берегу, в Калининском районе. Сегодня проводятся торги, вот в эти дни Департамент промышленности и торговли проводит, и будет еще одна, открытая такая треть уже ярмарка. Большим спросом населения пользуются сезонные такие предпраздничные ярмарки, ну вы знаете, на Карломарсе, там, допустим, в Калининском районе, на территориях, прилегающих центральному рынку, Ленинском, Октябрьском и так далее. В постоянном режиме проводится работа по привлечению местных товаропроизводителей, мы постоянно до 1300 мест держим места специально по льготной цене, по многим катеринам бесплатные на наших сельхозрынках, для тех, кто на дачах, на садовых участках производит, пожалуйста, продавайте свою продукцию. Поэтому будет продолжена работа оперативного штаба, которое было создано мною после вот этих введения санкций, которое будет продолжать мониторить ситуацию по всем товарным группам. Надо сказать, очень серьезные подвижки произошли по рыбному ассортименту, на те виды продукции, которые были запрещены к воду, поэтому произошло очень быстрое, я бы, меня это очень радует, замена нашими товаропроизводителями. Мы думали, что наше рыбное производство, там, прудах, там, вот, у нас здесь, оно трудно будет поддаваться раскрутке, нет, оно очень быстро сегодня входит в работу, при том, с глубокой переработкой, вот, и это появляются целые новые хозяйства, которые занимаются разведением рыбы, выловом, переработкой и так далее. Поэтому вот эти подвижки произошли. Владимир Городецкий также рассказал об инвестициях и развитии новых проектов сельхозпроизводства в нашем регионе. Необходим акцент на собственной переработке. Это позволяет укрепить наши позиции на рынке и сократить логистические расходы, а значит и стоимость товаров. Мы сегодня рассматриваем много очень интересных проектов по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса. Это связано с продовольственной безопасностью. Но сегодня наша задача, это как можно дать мотивацию инвесторам выйти на большие предприятия глубокой переработки. Мы сегодня производим пятые в стране по производству молока. Но больше половины молока у нас перерабатывается не на территории Новосибирской области, в Алтайском крае, там, в Кемеровской области. Да, за это сырье платят нам, но добавленная стоимость остается жить там. Поэтому задача дать мотивацию и сельхозпроизводителям здесь самим перерабатывать. Как вот делает Верхремень, ну, всю свою продукцию и мясо, молоко до единого килограмма перерабатывается здесь. И поставляется в город Новосибирск, но в другие территории, но уже с добавленной стоимость, с экономикой другой. Мы думаем, что вот Сибирская Нива, которая сегодня очень удачно разворачивает свой проект животноводческое, мясное и молочное животноводство в Масляринском районе, сегодня 3800 голов на ферме Сибирской Нивы и дует уже почти 9,5-10 тысяч на корову. Вот работаем с ними на предмет разворота большого производства по переработке молока. Хорошее намерение, вот я на прошлой неделе проводил совещание у нашей птицефабрики Новосибирской. Большая птицефабрика занимается яйцом и мясным производством, бройлером. Задача построить фабрику, ну, или там, производство по переработке яйца. В чем вопрос? Ну, яйца, которые бьются, которые в продажу не поступают, их надо утилизировать куда-то. Так вот, чтобы не утилизировать, они перерабатывают сухие смеси, порошки или там, жидкие компоненты, которые доправляются в производство макарон и так далее. В России сегодня там два маленьких участка только всего лишь есть, никакого большого производства нет. Вот они сейчас работают над вот этим проектом. Мы, конечно, окажем им инвестиционную поддержку. И, во-первых, это яйцо будет скупаться не только у наших фабрик здесь, а из других территорий. Это проблема утилизации битого там яйца. Поэтому много интересных. Рассматриваем проект сегодня нового для нас производства, производство мяса индюшатиной. Здесь вот эту ферму сейчас рассматриваем, с инвестором рассматривали, где расположить, где как удобнее, где инженерия какая. Отрадно, что остается сегодня в мерах поддержки на федеральном уровне это строительство в России шести оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции. И мы попали в эту зону интересов на ПЛП. Мы отвели уже 200 гектар. И сегодня ведется проект, ведется проектирование, привязка этого проекта. Это значит будет хранение, глубокая переработка и логистика во всей территории, приближая, ну и нашей территории приближенной. Поэтому вот таковы перспективы в это непростое время. И я могу сказать, что справились, я могу оценку такую дать, справились и службы наших министерств, которые и сельхоз наши производители, вот этой задачей, которую на этом этапе нужно было решать. Поддержать продовольственную безопасность, сделать импортозамещение по многим вопросам. И это удалось. То есть мы ассортимент по большому счету очень сильно не потеряли, резко так. Произошла разумная замена поставщиков, но самое главное, мы вышли по многим линейкам на собственного товаропроизводителя, на больший удельный вес. Вот такова ситуация по этому вопросу. Поэтому в связи с продлением этих мер ограничения мы будем под особым контролем сопровождать эту работу для того, чтобы не потерять темпов развития собственного товарного производства, сельхозпроизводства. О задачах региона, проблемах и путях их решения честно и открыто от первого лица. Смотрите нашу программу каждую среду после итогового выпуска новостей в четверг в 15.45 на телеканале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok